Поп-музыка часто говорит вам, что все в порядке, в то время как рок-музыка говорит вам, что не все хорошо, но вы можете это изменить. Так это сформулировал лидер ирландской группы Ютуб Бона. Поэтому нам не так важно, что творится в головах у поп-артистов, но важно, что думают и говорят рок-музыканты. Мое почтение, драгоценные зрители телеканала Дождь, в эфире программа Козырев Онлайн, и меня по-прежнему зовут Михаил Козырев. Каждый день я читаю посты и письма с одной и той же мыслью. Как же мог мой любимый артист поддержать войну? В этих текстах разочарование, горечь, обида. Часто они соседствуют с комментариями «Зато мой герой меня не подвел» и комплиментами в адрес других музыкантов. Давайте поделимся этим в эфире. Расскажите, кто оправдал, а кто не оправдал ваших надежд и ожиданий. И попробуем проанализировать, почему одни артисты заняли провоенную позицию, а другие антивоенную. Сегодня будет много звонков из России и других стран мира. Но для начала представляю вам моего сегодняшнего гостя. В эфире телеканала «Дождь» журналист Андрей Архангельский. Привет, Андрей. Привет, Михаил. Рад очень видеть тебя. Спасибо, что согласился поговорить. Мы говорим сегодня о выборе. О выборе, который сделали одни музыканты, и о противоболожном выборе, который сделали другие. Как тебе кажется, что лежит в основе этого выбора у тех и других? Честно говоря, Миша, я мог начать с какой-то концепции, как это принято, какую-то подкладку мировоззренческую положить под все это. Но в данном случае, честно говоря, я не знаю. То есть у меня нет ответа. И вот мои последующие слова – это такая вот вместе с зрителями попытка, наверное, разобраться вместе. Потому что в конечном итоге или в начале, да, это зависит, по-видимому, от каких-то внутренних человеческих черт. Мы тут не можем никакую подвести под это, закономерности тут никакой не может быть. Вот так один человек сложился так, другой так. Дальше потом начинается теория. Значит, теория – это состоит… Ну, давайте начнем как бы с основ, да. Русский рок, расцвет которого пришелся на конец 80-х годов, это перестройка, это мое детство, в частности. Вот тогда только он носил антивоенный, антимилитаристский и антитоталитарный характер, такой откровенный антитоталитарный характер. Это длилось… Ну, это длилось года три, скажем, ну, от силы четыре. Сейчас, конечно, вышел новый альбом Гребенщиков, все вспоминают его песню «Этот поезд в огне». Вот. Там вот если вы… Там вот какой-то разговор с Майком Науменко, я помню, был такой… Была такая, значит, как бы мини-фильм о Майке, и вот там спрашивали, вот, Майк, скажи, ты вот под этим что подразумевал, ты на что намекал? И Майк отвечал, ребята, да мы ничего не подразумеваем, мы просто играем рок-н-ролл. Это так принято было отвечать в те годы, то есть вот это как бы такая позиция, мы вообще не… Мы не про идеологию, мы про себя. А Гребенщиков тоже, кстати говоря, так отвечает часто, да, отвечал часто, да. То есть это была такая, как бы, поза. Даже во время самого рок-н-ролльного угара, там, со всеми другими ребятами, с Кинчевым, с Сукачевым и так далее, с Наутилусом, Помпилиусом, да, принято было всё-таки считать, что рок – это как бы индивидуальная вещь такая, мы про себя. К чему я подвожу? К тому, что, в общем-то, рок-н-ролл, каким мы его любим, каким мы его знаем. Я помню, что я писал когда-то давно в огоньке, вообще, когда тот пришёл, написал первый текст о гармоническом рок-н-ролле, ну, вот этот Бадди Холли, там, Элвис Пресли, понятно. Понимаете, в чём дело? Вот эта музыка впервые прозвучала в 54-м году, в 1954-м году, когда мир стоял фактически на грани как бы ядерного уничтожения, вот то, что умер Сталин, там, война в Корее. Но, в общем-то, понятно было, что вот есть блок НАТО, есть советский блок, и они, в общем-то, готовы воевать, да. И вот эта музыка, она с самого начала как бы была… она была альтернативой этому взаимоубийству, да. И вот так рок, в общем-то, и развивался, он усложнялся со временем, да, то есть там Джим Моррисон появился. Но всё равно он в основе своей как бы был… он был всё-таки против войны. Это была очень важная его составляющая. Ну, мы там, конечно, мы вспомним Джона Леннона, и вот, собственно говоря, антивоенное движение в Америке, которое совпало с расцветом, с ещё одним расцветом рок-музыки. Это всё было как бы связано неимоверно прочными нитями. Оно в подкладке осталось. Она всегда, как бы… она всегда, эта музыка была об этом. Вот с нашим роком такого не случилось. Даже если не считать вот эти… не считать эти четыре года, да, точнее, если их учитывать, эти четыре года как бы настоящего рок-н-рула, у нас эта параллель, как бы эта связка рок против войны не сложилась, не сложилась. Это было уже заметно, когда началась Первая война в Чечне. Я помню, что я спрашивал Бутусова, почему вы не выступаете против войны. Бутусов пробормотал что-то. Ну, вот Юра Шевчук же поехал, сказал он. Ну, и вот, собственно говоря, я задавал этот вопрос и Сукачёву. То есть вот я со всеми… с Чижом я не беседовал, ну, собственно говоря, история та же. Вот, отвечая, пытаясь ответить на твой вопрос, Миша, почему так случилось с этими людьми, почему они, например, на стороне зла оказались. Я позволю себе всё-таки эту метафору. Я вот сформулировал для себя так. Тут очень важно, когда твои песни и ты сам совпадаешь. Вот степень совпадения. Вот Гребенщиков писал песни, Макаревич писал песни, Шевчук писал песни. Все три кумира моего детства, люди, которым я обязан своей самоидентификации, идентичностью, если хотите, своей, все эти люди, все трое не предали меня. Вот эти три лидера, все эти три богатыря не предали моих идеалов. И, собственно говоря, они ведут себя в соответствии с текстами, пафосом, содержанием своих песен. Что касается других ребят, тоже моих кумиров когда-то, Сукачёва, например, Чижа, которого я обожал просто, или Скляра, безусловно, или Бутусова, вот, видимо, ответ состоит в том, что их песни, и они сами не совпадают. То есть вот они пели одно, а были, оказались другими людьми. Я вот, как ни странно, я вообще не могу слушать сейчас песни в исполнении вот людей, которые как бы поддерживают весь этот акт, но почему-то совершенно вот вопреки вообще своему, вопреки желанию, мне вдруг захотелось послушать песню Сукачёва «Право на выбор». Была у него такая замечательная песня, это 90-е годы. Вот я её послушал, как это обычно бывает, раз, два, три. Я не знаю, я вот хочу сказать, Гарик, вот ты же там написал, всё написал правильно, хочу я сказать, да? И почему же ты сейчас поступаешь неправильно? Вот, не знаю, устроит вас этот путанный, длинный, дурацкий ответ? Вот, наверное, так. Это забавно, что ты вспомнил песню «Право на выбор», потому что в ту пору, когда он её выпустил, был постоянный слух, что это был заказ к выборам. Что точно так же, как Мазай из морального кодекса, точно так же и Гарик, вот эти песни про право на выбор, они написали специально к выборам, чтобы все беспокоились, выйдет ли голосовать молодёжь. Вот для этого эти песни были написаны. Не могу сказать, что когда-либо слышал подтверждение этого слуха из уст самого Гарика. Но есть ли у тебя ответ? Ты, в общем, абсолютно точно констатировал. У одних, одни оказались равны и адекватны своим песням, а другие нет. А можно ли было заподозрить, что вот одни, одни будут отвечать за свои слова, будут эквивалентны тем ценностям и истинам, которые, на которых стоят, а другие нет? Ну, видишь ли, Михаил, задним числом, конечно, можно сказать, что да, мы всё знали заранее про вас. Ну, нет, конечно, это совершенно не так. Ну, вот учежавить масса песен, ну, не масса, там какая-то часть песен, это, кстати, отличает его творчество, они как бы посвящены историю рок-н-роллу. Ну, вот мы все помним там про пять альбомов БГ и шесть альбомов ГО, вот такая у него была песня. И он же как бы описывает советский опыт подпольный и бессмысленный. И вот хочется спросить, неужели он вот вас, дорогой Сергеевич Гороков, ничему не научил? Ведь вы же тоже как бы всё правильно пели. Про рок-н-рольщика, которому как бы не дают житья советы, да? Не знаю, вроде как бы пели они всё правильно. Я не знаю, но вот есть случай, есть случай Сукачёва. Понимаете, ну вот Сукачёв там дружил, скажем, с людьми, которые оказались совершенно правыми. Собственно, это была их общая компания, да? И как бы, по-видимому, там этот вопрос у них, он не был принципиальный. Ну, вы там за одно, мы за другое, но как-нибудь договоримся. Не знаю, как-то вот, по-видимому, не сработал какой-то момент принципиальности. Ну, знаешь, Михаил, я хочу сказать ещё об одной вещи. Ты вот, вероятно, можешь спросить меня о том, почему, например, молодые группы, ну, там вот поколение, там, второе, третье после классиков рок-н-ролла. Почему они сделали, вот одни сделали, опять же, такой выбор, другие сякой. Вот здесь я, пожалуй, могу ответить. Я помню, что я в начале 2000-х работал в Кушнир Продакшн, вот, и поэтому, как бы, мои недолго, там, полгода, наверное, и вот все эти группы, они прошли через меня, вот эти молодые. Я поражался, насколько рок стал, как бы, травоядным, насколько он перестал быть идейным. И вот я, наверное, сформулировал для себя так. Вот когда началась война, для этих ребят, что такое было рок-н-ролл, да, для молодого поколения? Для них рок-н-ролл был движухой, ну, то есть каким-то массовым мероприятием, движ такой, да? То есть, ребята, давайте соберемся вместе, рок над Волгой, давайте вот покачаемся из стороны в сторону. То есть в этом не было, как бы, в этом не было уже никакой идеи. Дело ведь не в том, что нужно, как бы, писать какие-то прокламации, там, нужно писать памфлеты, а дело в том, что этот рок, как бы, тот, который помоложе, он, как бы, вообще был лишен в некоторой степени, он, как бы, был лишен духа, что ли, потому что, ну, вот, он такой был, как бы, из серии, ну, вот, мы можем спеть и так. То есть там уже принципиальности какой-то не было. И вот в этом... Мелкотравчатый такой был, мелкотравчатый, да. Ну, мелкотравчатый, да. Нам могут сказать, что вы что, Белинский, что ли? Вы какие-то, как бы, проблемы литературы, у нас же не 19 век требуется, как бы от всех революционной, значит, непримиримости. И вот такая штука. Вот как ни странно, все это по-прежнему остается актуальным. И вот когда гром грянул, ужасный гром, чудовищный, да, пришлось определяться с важнейшими ценностями. И вот здесь очень быстро, ну, вот это мгновенно, да, срабатывает, да или нет. По-видимому, ну, музыканты все чувствующие люди, да, и вот они, ну, по-видимому, как-то интуитивно, быстро, им не нужно думать, это, в общем, на уровне образов, скорее, складывается ответ, мгновенный такой, да, творческие натуры. Тут сразу возникает ответ, да или нет, да, и уже подсознательно. Потом человек применяет к этому какие-то формулы, оправдывающие и так далее. Вот тут очень важный момент, как бы, когда этот инстинкт отвращения к войне или согласия с ней, да, если он срабатывает или не срабатывает, это же результат, как бы, долгой внутренней работы человека всю жизнь. Можно сказать, что, ну, как там вот в известной песне пелось мгновение, да, придет оно большое, как глоток, значит, и так далее. То есть вот оно, и ты порой почти полжизни ждешь. Вот, собственно говоря, война была в какой-то степени вот решающей минутой, решающим мгновением для принятия морального решения, к которому люди готовились там всю свою жизнь. Кто 40 лет, кто 50, кто 30. И вот это и было, как бы, возможно, самым важным, что мы вообще в своей жизни сделали, да. И вот, опять же, для того, чтобы это сработало, для того, чтобы это на уровне инстинкта блеснуло, а не требовало каких-то долгих размышлений. Для этого, к сожалению, нужна длительная, глубокая, внутренняя, видимо, работа над собой. И еще один момент. Как бы мы же все советские дети еще, да, и вот эта антивоенная агитация, я помню, она была, как бы, очень... Это просто навязывалось, это была формальная вещь. По-видимому, когда... По-видимому, это вызвало отвращение. У людей, как бы, это связано с какими-то формальными фигурами. Типа борьба за мир это какая-то формальность. То есть вот у нас, опять же, это не стало, как бы, традицией вообще в обществе. Общество никогда не принимало эту тему всерьез. По-видимому, потому что война для России как бы является частью identity. Вот, что я хочу сказать, что для принятия этого решения необходима длительная, долгая, внутренняя работа над собой. Вот кто работал над собой, тот очень быстро сделал выбор. А вот кто не работал, не доработал, вот сам проблема. Андрей, спасибо большое. Важные вещи, мне кажется, очень сказал. И я абсолютно согласен с этим основным тезисом, что этот момент, в который моментально нужно было прислушаться к себе, что тебе говорит внутренний голос, но к этому моменту нужно было идти и прийти к нему подготовленным. Андрей Архангельский только что был в эфире «Дождя». Спасибо большое, Андрей. Едем дальше. В эфире телеканала «Дождь» мой друг, музыкальный критик Борис Барабанов. Боря, привет. Привет, привет. Тебя спрошу сразу, как мы сегодня обсуждаем, что лежит в основе выбора тех музыкантов, которые поддержали власть и войну, и тех музыкантов, которые категорически не поддержали. Что лежит в основе этого выбора, как тебе кажется? Это какая-то глубокая психологическая проблема. Она лежит точно не в плоскости творческих каких-то идей, решений, или даже не в области, наверное, приспособленчества какого-то, да, умения мимикрировать, приспосабливаться к обстоятельствам. Это какие-то личные, очень глубокие мотивы, которые можно, ну, наверное, по-разному охарактеризовать. Можно, например, сказать о том, что у кого-то есть затаенная обида на тот порядок вещей, который существовал до 24 февраля 22 года. Кто-то мечтал о первых строчках в лайнапах фестивалей, а оказывался всегда на третьих. А кого-то не взяли какие-то песни в свое время, а они теперь эти песни куда-то взяли, хотя непонятно, кто их слушает. То есть тут очень много разных факторов, не касающихся музыки, не касающихся текстов даже песен, а чего-то другого. Вот фактор, мне кажется, что уверенности в собственных силах, мы как-то с тобой говорили еще про роль обиды вообще в современном мире, но вот уверенность в собственных силах, мне кажется, что от этого тоже очень многое зависело, ведь у меня такое ощущение, что артисты, которые это, кстати, никак не коррелирует с уровнем их популярности в стране, в России, если они уверены в своих силах, они взяли и прыгнули, и это во многом был прыжок в абсолютную пустоту, я имею в виду, что они сделали шаг и сказали себе, я докажу, что я состоятельен своей профессии, не только на уровне моей страны, и это какой-то такой авантюризм, что ты думаешь по поводу веры в собственные силы, люди, которые не верили, мне кажется, они не рискнули на этот шаг пойти. Авантюризм свойственен, наверное, тем, кому пока еще не особо есть чего терять, людям молодым, которым в принципе по душе какие-то резкие движения, какие-то опыты, и они и в обычное время к этим авантюрам склонны. Люди, которые уже, у которых и семьи, и какие-то обязательства в России, например, на территории России, им это сложнее, и поэтому тут кроме авантюры играет роль еще, кроме чувства желания доказать кому-то что-то, все-таки играет какое-то глубокое понимание катастрофической несправедливости и катастрофического ужаса происходящего и просто нежелание на уровне физиологии нежелание в этом участвовать. Я думаю, так. Часто я слышу в этой полемике с музыкантами этот фактор о том, что я должен быть со своим народом, я должен быть со своей страной и непременно к этому привязывается цитата Марины Цветаевой. Это же аргумент или нет? Почему? Потому что твоя страна во-первых, это то, что у тебя внутри и какая у тебя идентификация с каким народом. То есть ты какие-то давал специальные клятвы, что если как бы твоя страна начнет убивать людей в соседнем государстве, то ты должен обязательно в этом принимать участие, ты в своей стране обязан только платить налоги той территории, где ты находишься. Я уж не говорю про то, что в 21 веке вообще все эти понятия государства, страна, границы, визы, это отживающие понятия с моей точки зрения. Ты можешь в какой-то степени себя ассоциировать или идентифицировать с какой-то частью культуры, но это у каждого свое, и у каждого в голове своя система координат. И вообще вот эта фраза, вот буквально эта фраза со своим народом, это, по-моему, самый ужасный вирус, который сейчас сидит в головах у людей, принимающих участие в этой полемике. Это касается не только, и это касается не только россиян, что такое со своим народом. я вообще, честно говоря, эти вещи мне приходится пересматривать, наверное, как и всем, с чем-то что-то оставлять для себя, что-то нет. Вот, и меня бесит, совершенно бесит какие-то люди из наших с тобой общих знакомых, числа наших с тобой общих знакомых, которые вот там в каком-нибудь телеграм-канале или в фейсбуке пишут вроде бы правильные вещи, красивые, хорошие тексты, и потом вдруг у них проскакивает вот это со своим народом. Это понятие нигде не расписано и не прописано. Есть понятие налоги, налоговая система, есть понятие статус, гражданство, вот есть, да, такое понятие. Когда ты получаешь паспорт, тебе никто не говорит, что, например, где сейчас люди получают паспорт? В МФЦ, да, там нигде не написано, что получая паспорт, вы расписываетесь таким образом в том, что вам необходимо обязательно обстрелять ракетами Одесский морвокзал, с которого я на протяжении нескольких лет уходил в рейсы в юности. Там нигде это не написано. Поэтому вот это со своим народом это полная чушь. Футбольная психология, мне кажется, очень... Психология футбольного фаната очень сейчас ярко трансформируется вот на уровне этого патриотического чувства. Я объясню, что я имею в виду. Ну, если ты болеешь за команду, и твоя команда вдруг поступает вопиюще, нарушая правила, то что для тебя важнее? Что правила нарушены? Или, если это моя команда, то они правы? И это... Конечно, важнее то, что нарушены правила. Конечно, даже в футболе важнее то, что нарушены правила. И ты просто грустишь от того, что люди, которым ты веришь, всю жизнь, десятилетиями за них топишь, а они нарушили правила и вылетели, например, из какого-то дивизиона. А если они не нарушили футбольные правила, а просто взяли и расстреляли из автоматов какую-то часть трибун. Ну, как вот что говорить? Ну, это же моя команда, я должен быть все равно на ее стороне, потому что именно так, да. Это точная аналогия, несмотря на то, что она звучит абсурдно, если вдуматься, это именно так. А что ты делаешь, со своими плейлистами? Я понимаю, что ты не проводил все свои свободные часы на досуге, переслушивая чижа или смысловых галлюцинаций, но, тем не менее, вот артисты, которые, в общем, приняли сторону тьмы, как я могу так сказать, с моей точки зрения, и они вдруг всплывают у тебя в плейлисте или куда-нибудь вы едете, и они начинают звучать в машине, потому что они у тебя заведены насправление, Spotify или на iTunes. Что ты делаешь с этими треками? Есть песни, с которыми ничего не сделаешь, и есть несколько песен чижа, отношение к которым у меня не поменяется, несколько песен чаев, отношение к которым у меня не поменяется, но это дело вкуса, у каждого есть такой набор песен, которые ну, что-то тебе говорят, они тебе близки, и это же ведь такое ощущение, оно не в смысле слов, оно в долгом, каком-то ассоциативном ряде, сложившемся за всю жизнь, но они у каждого свои, поэтому там кому-то может и смысловые галлюцинации нравятся, кому-то и песня, там, жара-жара тоже нравится, и он не может с ней расстаться, несмотря на то, что исполнительница превратилась в гарпию какую-то, да, то есть, не знаю, песни я для себя отделил вообще, песни от человека. А, ты сумел? Абсолютно. Вот у меня вот вообще не получается никак. Это только мы с тобой, наш с тобой долгий спор давний про Майкла Джексон. Да, 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 да. Теперь я никогда не буду своим девочкам ставить, но я думаю, что многие люди так же говорили, когда вышел этот документальный фильм, а сейчас я читаю анонс боепика, который выйдет, он будет называться Майкл, и это будет настоящий боепик, как богемская рапсодия, как Рокетмен, то есть, наверное, чуть-чуть эти страсти утихли, и люди, все-таки песни оказались важнее. Возвращаясь к артистам под литерой Z, как тебе кажется их аудитория вот в это время, когда освободилось такое пространство, которое они интенсивно заполняют, когда у них появились возможности играть на стадионах и на днях города по всей стране, вырастает у них аудитория или нет? Думаю, нет. Почему? Нет, потому что у них не... То есть, у них весь их электорат построен на ностальгическом, на механизме ностальгии, на старых песнях. У, наверное, большинства из них, если не... Я бы сказал, у абсолютного большинства из них нет и не было последние годы больших хитов. Я читаю, кстати, как на твои расклады реагирует противоположная часть культурной общественности, которые пытаются доказать, что, например, у Александра Эвскляра песни, когда встают миллионы песни, какие-то невероятные миллионы просмотров или какие-то эти пропатриотические рэперы, на самом деле у них в Ютьюбе ого-го. Но это тоже... Механизмы могут быть разные, во-первых. Кстати, я не думаю, что у них есть деньги на посевы, на то, чтобы наносить эти просмотры. Механизмы могут быть действительно разными. И вполне я не исключаю, что люди, которые сейчас участвуют в войне со стороны России, вполне возможно, что какие-то из этих песен попадают в плейлисты, и они там где-то играют и так далее. Но объективно, как человек, который привык оценивать музыку, я думаю, что никто из них ничего не написал подобного их же хитам, которые создали их как заметных персонажей. не берут суперзвезд, но заметных персонажей. Ну и один вопрос, который меня интересует и ответ на который я пытаюсь изо всех сил для себя определить. Как получилось, что вот у Макара, у Шевчука и у БГ оказался стойкий иммунитет к этой государственной лжи и пропаганде, и им не удалось втюхать концепцию про украинских нацистов и про освободительную войну, а остальным, ну вот другим представителям цеха удалось. Есть у тебя объяснение этому? Повторю, то, с чего мы начинали разговор, у всех свои причины, у каждого мозг устроен по-своему. Есть, ну там, можно брать каких-то радикальных таких самых людоедски настроенных артистов, а можно говорить об артисте Алексея Романове из группы «Воскресенье». Я уверен, что у него очень много поклонников, которым вообще наплевать на его точку зрения, на его позицию, им нравятся его песни. А он эту позицию не высказывает так активно и ярко, он просто участвует в этих сборных номерах, типа там, как в прошлом году было «Я остаюсь», вот, я не думаю, что он особо как-то задумывается или не особо анализирует, у него это не обострено, наверное, правильное выражение, что у кого-то это обострено, у кого-то вот кто-то так сформирован за десятилетия, что он не может никак сосуществовать в одном поле с агрессией, с этой бедой, которая происходит, а у кого-то, для кого-то это вполне умещается в голове, ну как, он же не поет разбомбить морвокзал в Одессе, он же поет там про хорошее, про как надо быть классным и так далее, поэтому у разных, у всех по-разному, те, кто кого-то перечислил, это действительно флагманы песни на русском языке, и наверное они потому и флагманы, что они этот язык выработали, оттачивали на протяжении многих лет и говорят на этом языке лучше прочих, а кто-то нет, а кто-то кому-то достаточно ну там трех-четырех песен, с которыми можно выступать и вот этих вот вечных, ну ребятки, ребятушки, мы же здесь, ну-ка давай, Валерка, ну давай нашу вот эту там мы сидим на кухне и вот и как бы вот эта вот интонация, ребятки, ну наш квартирник этот, где мы вот такие все друг друга знаем по 60 лет и помнишь, как мы ходили туда, на тучу, где менялись пластинками и там принесли первую бобину с Макар там пел, помнишь, как это было все классно, ну давай, клево, давай нашу и прекрасно себя чувствуют, никто не думает наверное в этом а может думает, но как-то уже для себя все решило полтора года назад и едет по этим рельсам дальше. Спасибо тебе большое и за последнюю иллюстрацию очень точную этой интонации. Борис Барабанов, музыкальный журналист, сейчас был у меня в эфире. Спасибо, Борь, пока. Представляю вам Александра Тобольского, продюсера и ведущего YouTube-канала Longplay. Александр, здравствуйте. Вечер добрый, Михаил. Спасибо, что согласились поговорить. Мы сегодня обсуждаем причины, по которым рок-музыканты разделились на два лагеря. Можно ли было предсказать, как вам кажется, что одни поддержат власть и войну, а другие не поддержат? На мой взгляд, конечно, можно. Было бы, могу сказать, это как человек, который следил за этим слегка со стороны. Не то, чтобы русский рок совсем далек от меня, все мы в этом выросли, особенно наше поколение 90-х, я 90-го года рождения. Но фанатам русского рока я себя никогда не считал. И ни в коем случае не собираюсь обобщать. Это самое вообще последнее дело. Но если мы составляем какой-то среднестатистический такой портрет среднесобирательный фаната русского рока, то эта среда достаточно агрессивная, достаточно негативная. Об этом можно судить даже по... Ну, я как человек, который выпускает видео на Ютюбе, могу судить по своей работе. Стоит упомянуть ту или иную группу русского рока. Неважно, в каком контексте, обязательно сразу негативные комментарии будут тут, как тут. Хотя, казалось бы, все окей. Ну, это такой легкий пример, который можно приводить сходу. И, конечно, сказал бы я, что это удивительно. Нет, не могу. К большому сожалению. И отсюда понятно, что идти против своей аудитории многим не так легко, как кажется. Против весомой части своей аудитории. Могу я задать вам вопрос про белорусскую музыку? Безусловно. Ну, вот у меня было такое ощущение, когда были события 2020 года, и когда мы в эфире ставили много песен протеста из-за Белоруссии. Большое спасибо вам за это. Да, и марафоны всякие делали, и следили за судьбой музыкантов, которая во многих случаях оказывалась трагической. У меня извне опять и со стороны, так же, как вы сейчас говорите о русском роге, у меня было ощущение, что там как-то было все единая была оппозиция, то есть большинство, если не все белорусские рок-музыканты выступили против режима и поддержали оппозицию, поддержали собственно итоги выборов, которые потом были переломлены через колено. Почему так там это произошло, и там получилось, что рок-музыканты как бы соответствовали своей репутации, а в России нет? Есть какие-то вещи в крови, эмпатия, я не знаю, но если говорить более общими делами, наши рок-музыканты существуют вопреки всему вообще. У нас, я говорю, в Беларуси никогда не было больших лейблов, контрактов, не знаю, поддержки спонсоров каждый белорусский рок-музыкант, а рок-музыкант я бы назвал сейчас любого независимого музыканта, который все сейчас запрещены в моей стране. Конечно, никогда не было, скажем так, кормушки, которую возможно кому-то тяжело потерять, которой тяжело отказаться. Соответственно, никогда у наших музыкантов не было какой-то кормушки, не было жира, не знаю, как это более корректно назвать. Бедный художник. Такое знаменитое выражение. И тут, если мы говорим в контексте рок-музыкантов российским, конечно, тут изобилия хватало побольше, аудитория больше, рынок больше, и неудивительно, что кому-то тяжело от этого отказываться. Для этого нужно иметь стальные яйца, для этого нужно кроме совести иметь еще силу духа какой-то. Многие сейчас запрещены, не могут играть в своей стране, многим пришлось уехать, а белорусские музыканты запрещены все. Вот представляете, если мы говорим о любом артисте, у которого есть собственная аудитория, которая готова прийти за билет на твой концерт, не найдется разрешенного такого, который мог бы дать сегодня концерт в Минске. но есть какой-то пул таких провластных артистов, которых показывают по телевидению, и это искусственно поддерживаемая музыкальная среда, или этого тоже нет? Безусловно, есть. Была, есть и будет всегда. Вот если попытаться проанализировать тот выбор, который сделали эти рок-музыканты в пользу того, чтобы остаться на стороне власти и фактически поддержать войну, помимо желания сохранить место у кормушки, может быть это продиктовано искренней любовью к своей стране, к родине, может быть они искренне поддерживают вот тот нарратив, который ежедневно транслируется, может это светлое чувство любви просто, не к березкам, а вот конкретно к чему-то настоящему, что тебя окружало, обволакивало с первых дней рождения, мы же не можем исключить существование такого чувства. Ни в коем случае по многим очень видно, что люди это делают искренне, а другое дело есть какие-то очевидные вещи, есть очевидная правда, которую сложно отрицать, и вот когда ты уже скажем так готов на то, чтобы закрыть на эту правду глаза, тут приходит уже вторая стадия вот этой искренности и оправдания каких-то сверхцелей насилия и страха, оправдания более высокими целями, патриотизмом и всем прочим. Это есть, но мне кажется, это абсолютно не первично, не первично, потому что все очевидно. у них я много вначале особенно с ними разговаривал, то есть мои разговоры с ними идут исторически в 2014 год, и когда это все произошло с Крым-наш, и у них картина в голове очень ясная и четкая, почему они считают, что это был государственный переворот в Украине, они считают, что там на Донбассе братья, которых надо защитить, и соответственно это постепенно это оправдание 2014 года выросло с годами и щедро поливаемое этим пропагандистским нарративом в оправдание и вторжение такого, но их ключевой момент заключается в том, что это не мы, мы пришли на помощь своим братьям, а вот ты, Михаил, у тебя там братьев нет, потому что ты вообще к родине относишься так, как будто это не твое отечество, ты не чувствуешь с ними кровной связи, а мы чувствуем, вот их нарратив. Мне сложно с этим поспорить, я это вижу, и это очевидно, но я никогда в жизни не пойму, как он может быть таким. Откуда он взялся? Нет, откуда он взялся, все понятно, просто нельзя не согласиться с тем фактом, грустным фактом, что люди слишком сильно противоречат тому, о чем когда-то пели, и тем постулатам, которые когда-то свою аудиторию пытались считывать. как вам кажется, аудитория у тех людей, которые сохраняют сейчас возможность концертировать в такой большой стране, как Россия, и востребованы в государственных каналах, и, соответственно, все ресурсы страны направлены на то, чтобы их продвигать, как вам кажется, аудитория их увеличится от этого или уменьшится из-за того, что они изменили своим песням и своим принципам? Как говорит умная социология, все-таки большая часть аудитории она не будет за, она не будет против, будет просто где-то между, вот, а бы только не было ничего. Знаете, я недавно получил прекрасный шанс, сходил на концерт группы порнофильмы, великолепная группа, великолепный концерт, и, по-моему, более чем очевидно, что эта группа несет, что эта группа поет, какая ее позиция, какие последствия этой позиции и так далее. Захожу на страницу и одним из последних комментариев вижу, ребята, я ваш фанат, а почему вы, почему нет концертов в России, когда? Ну, если фанат группы порнофильм задает такой вопрос, то как можно чего-то ждать от широкой аудитории русской рок-музыки в этом таком собирательном значении? Последний вопрос, ответ на который мне вот совсем не очевиден. Может ли музыкант, рок-музыкант вообще поддерживать власть? С одной стороны, мы вот в этой передаче у нас мы разговариваем и с украинскими музыкантами, которые, конечно, сейчас поддерживают и власти свою страну. Если может, то при каких условиях и что ему нужно делать, когда к власти приходят те, например, кого он внутренне поддерживает, может быть, в этот момент отскакивать от власти, потому что рок-музыкант должен быть только в оппозиции? Искренне считаю, что никто в целом никому ничего не должен, и музыканты в том числе. Рок-музыка давно перестала быть с музыкой протеста. Даже если для кого-то она такой и остается, это выбор лично каждого человека. Другое дело, поддерживать власть или нет, хорошая власть и плохая и так далее. Есть какие-то неочевидные вещи, есть очевидные. Сейчас власть, которая сеет страх, ненависть, насилие, убийство и власть, которая, не знаю, погрязла в коррупции, это все-таки, наверное, два разных зла. И тут надо по-разному совершенно взвешивать. Сейчас мы говорим о людях, которые поддерживают какую-то крайнюю точку зла. И понять это я не смогу никогда. Хотя имеют ли они на это право? Каждый имеет право на свою позицию и неважно, рок-то музыкант, бухгалтер или стоматолог. Спасибо большое. Александр Тобольский, продюсер и ведущий YouTube-канала Longplay. Спасибо, Саш. На связи у нас зритель телеканала Дождь, Алексей. Алексей, здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что согласились поговорить с Дождем. Откуда вы сейчас с нами связываетесь? Из Солнечного Ташкента и пока все еще теплого. Расскажите, пожалуйста, кто из музыкантов вас особенно разочаровал? Давайте я зайду, наверное, чуть издалека. Родом я с Урала, из города Екатеринбурга, и все мы знаем, что это такая рода, ну, возможно, не колыбель русского рока, но дала немало когда-то достойных людей. Но вместе с тем на меня и я, наверное, мой путь в музыку и в рок-музыку в частности проделал Чиж, Чижико, Чигараков. И для меня всегда его музыка была таким образцом, ну, наверное, может, громко звучит хипование, но вот именно тех идеалов, которые это движение когда-то в свое время провозглашало, и тех идеалов, из которого оно выросло. Это полное отрицание войны, полное отрицание насилия, свобода личности, мир, make love not war в общем и целом. И у того же Чижа, на самом деле, возможно, не самые его известные в широких кругах песни, но очень много. Тот же солдат на привале, да, все мы помним, как закончилось, он стрельнул в себя и больше ни при чем. или так нет, найдем же мы куда вести войска, чтобы уж не ругаться. И это своего рода изрядно сформировало неокрепшую психику, тогда еще детскую, юношескую, и идет со мной, точнее шло со мной, наверное, всю жизнь до 24 февраля, когда началась та самая война, когда нашли мы, блин, куда вести войска и вражьи кости нам, как снег под каблуком. И тем более обидно, что человек, который, я думал, как раз таки и будет до последнего топить против войны, как это было тогда, когда он реально против нее топил, очень быстро поменял свое мнение, ну, или как сейчас принято говорить, заткнулся. И я не вижу, наверное, другой причины для этого, как попытку сохранить свой уклад жизни, концерты, деньги, признание, возможно, что-то еще. Наверное, это просто старость. Я полагаю, что точно не без этого фактор возраста и поколение этого заставляет думать о том, что тут явно что-то, что это не случайно. Я, с другой стороны, я хотел бы вот применительно конкретно к чижу, предположить, что, ну, был же, мне кажется, что лет 15 прошло, когда о нем вообще ничего не было слышно. Вот он появился буквально два-три года назад с каким-то альбомом, с сольным альбомом каверов. Я помню, он к нам на дождь приходил и пел две песни, исполнял. А до этого вообще, ну, там, какое-то время у него понятно, что были все возможные проблемы, какие могут быть у рок-музыкантов, никто от этого не застрахован. Вот. Но сейчас раз и вдруг, смотрите, выступает на таких площадках, на форумах, на всевозможных. То есть, я бы здесь добавил, как мне кажется, еще и фактор востребованности, как у артиста, который, в общем, вышел из обоймы, выпал из нее, и вдруг раз, и вот эта вот буква «З» ему неожиданно принесла очередную волну востребованности, как ему кажется. Согласны или нет, Алексей? Ну, это можно назвать в какой-то степени фактором шаманизма, да, не к ночи будет помянут как раз. Но в целом, наверное, да, наверное, да. С другой стороны, а стоит ли оно того? Вот, стоит ли придавать все те идеи, в которые ты когда-то насаждал? Все-таки музыканты, да, они в какой-то степени властители душ. На их песнях выросло не одно поколение, на их принципах выросло не одно поколение. И теперь мы уже не те, там, 18-летние, там, 16-15-ти, ребятки, нам уже тут всем по 40, около того. И самое обидное, когда веришь человеку, живешь с его принципами, растешь на его принципах, а когда дорастаешь до того возраста, когда он эти принципы пел, да, или около того, оказывается, что король-то голый. И вот охладили седины твоей юности пыл, как говорил Цой в песне «Раньше ты был, когда-то ты был битником». Вот, охладили, видимо, седины юности пыл. Но, чтобы закончить на позитивной ноте, а кто не подвел? А здесь без удивления, Шевчук, но он всегда топил за мир, война – это плохо, песня «Не стреляй» вообще среди шедевров. Ну и, естественно, Борис Борисович, вот, он никогда себе не изменял от начала до конца, всегда был верен тому, что мир в душе, мир в мире, мир в принципах, он главней любых денег и всего остального. Поэтому, я думаю, если бы все прониклись этой идеей, то и мир бы был и не чуточку, а гораздо лучше. Алексей, спасибо вам большое. Из Ташкента сейчас с нами связывался зритель Дождя. Спасибо большое, едем дальше. К нам присоединяются зрители Дождя, Анастасия и Павел. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Спасибо за то, что согласились с картинкой. Вы идите в эфир. Скажите, Анастасия, откуда вы с нами связываетесь? Я живу последние полтора года в Буэнос-Айресе, Аргентина. До этого, соответственно, жила в России, в Карелии, в Петрозаводске. Павел? Я из Армении, тоже полтора года живу здесь, до этого жил в России. Понятно. Давайте начнем с Анастасии. Анастасия, кто вас разочаровал из музыкантов? Честно говоря, вы знаете, Михаил, много кто. Потому что как-то, наверное, мы привыкли думать, что рок-музыканты, которые произошли из Советского Союза, чьи группы, коллективы родом оттуда, либо из России, что они в принципе, да и не только на самом деле, а вообще в принципе, рок-культура, это культура протеста, культура оппозиции, культура антимилитаристская. И поэтому вдвойне было больно узнать, что все немножечко не так, что сейчас рок-музыка это просто коммерческий сегмент музыки, как и многие другие. И, пожалуй, отношение к войне, оно основывается не на принадлежности к рок- или панк-культуре, а просто на каких-то индивидуальных особенностях человека. Ну, наверное, из тех, кто в последнее время больше всех разочаровали, это FPG, это Naughtylus однозначно. В общем-то, от многих было ожидаемо, но, наверное, FPG это самый провал. Павел, вам слово. Так, ну, тут надо задуматься. Скорее, знаете, у меня нет такого чувства, что кто-то из рок-музыкантов меня разочаровал, потому что, ну, как бы особо многого от того, кто примкнул, скажем так, к этим рядам, я от них ничего особого не ожидал. Скорее, меня удивил Илья Чорт, потому что, ну, он строит репутацию человека как минимум сообразительного, вот, а тут такой ход конем. Не знаю, кого еще, ну, выступление Андрея Князева на всякого рода мероприятиях, ну, показывает то, какой у него панк-рок. Вот, скорее так. Я просто дополню Анастасии, что от FPG ничего такого особенного ты не ждал, потому что, ну, общение с Константином Кинчевым, я так думаю, прививает определенные мировоззрения. Ну, что вам на это скажет князь и что вам на это скажет Чорт? Я играю свои песни. Я ни одно, ни одного слова в них не меняю. Я играю свои песни независимо от политических убеждений тех людей, которые находятся передо мной. Вот то, что они отвечают. Что бы вы им в ответ сказали, Павел? На самом деле, я здесь буду солидарен с Анастасией, поскольку мне всегда казалось, что рок-музыка это не только про написание прекрасных и не очень песен, но в этом есть еще какая-то идея. И, ну, так исторически сложилось, что идея рок-музыки это идея свободы. И всего, что, наверное, от этой свободы проистекает, там, в том числе твердость духа, нравственность и тому подобные понятия. И когда рок-музыкант говорит, а я на самом деле так на гитаре туда-сюда бринчу, вот хорошо выступаю, транслирую, ну, слушайте. Интересно, интересно, допустим, вот если сопоставлять это с каким-нибудь пилотом, который там транслирует трехэтажные какие-то мысли. Эзотерические конструкции, я бы сказал. Вот, да, эзотерические конструкции. А тут, короче, ну, смотрите, ну да, ну транслируй конструкции. На самом деле я играю на гитарке, я-то на самом деле вообще обычный гитарист. Но это очень странно, очень специфично. Мне кажется... Анастасия, сейчас, извините, прерву, Анастасия, а вам, соответственно, в Пиджи и Слава Бутусов скажет, зато я на своей родине, зато я у своих корней, зато я со своим народом. Вот вы предпочли родину вашу оставить, а я нет. Вот, соответственно, и отвечайте. Вы знаете, Михаил, мне кажется, что это очень хорошая псевдооборонительная позиция из разряда «А ты, а ты, а ты». Очень хорошо на эту тему высказался Иван Алексеев, который известен также, как Нойз МС, в своей песне «Страна дождей», когда он сказал, что что же ты не это, что же ты не то и так далее. То есть очень хорошо переложить ответственность и вину на кого-то другого и сказать о том, что «А вот зато я молодец, а вот ты предатель». И это всё в целом укладывается в общую парадигму настроений в российском обществе. Во-первых, то, что сказал бы Илья Чёрт, это тоже всё оттуда же, что я вообще здесь ни при чём. Я вообще, ну, меня вообще это всё не касается. И вот именно потому, что многих из нас это всё не касалось, произошло то, что произошло. Путин начал войну, Путин продолжает войну и не планирует её заканчивать. По-прежнему проводятся репрессии, по-прежнему принимаются совершенно дикие законы. Всё это потому, что никто ни в чём не разбирается, а вот там-то знают, как надо правильно. скажите, пожалуйста, что они могли бы сделать? На что могли бы повлиять эти артисты? Они ответят, конечно, скажут, что я просто... Это просто песни. Я не особо могу что-то изменить. А что бы вы ответили на этот тезис, Павел? Я не считаю, что это просто песни, потому что просто песни заканчиваются там, когда ты начинаешь влиять на умы и в случае с отдельными музыкантами умы целых поколений. Эти поколения переживут многих из нынешних царей и своими убеждениями будут строить новый мир, скажем так, или как минимум там новое государство. И от того, что закладывается в эти самые умы, зависит завтра, как мне кажется. Но с другой стороны, в том числе, если отметать какие-то бравады и вот такие возвышенные убеждения, которые я сейчас транслировал, ну, в первую очередь рок-музыкант, как я сказал, человек честный и свободный, и свободный даже внутри себя. Я думаю, что эти люди не честны и тем более не свободны. А как вы думаете, что в результате предопределило их выбор вот в этот поворотный момент, хотя на самом деле выбор можно было сделать давным-давно, но тем не менее, я могу по себе сказать, у меня все время была какая-то надежда, что вот до такой катастрофы не дойдет. Но когда дошло, понятно, что нужно было принимать какие-то важные радикальные решения. Что предопределило выбор? Ну, например, тех артистов, которых вы сегодня упоминали, которые для вас были важны и которые оказались с разочарованием. Анастасия? Как мне кажется, это внутренний конформизм, как ни странно, даже панк музыкантов. И это стремление оставить себе теплое, насиженное местечко, для того, чтобы не пришлось куда-то ехать, что-то решать, строить все заново. Многие из них не имеют какой-то обширной аудитории за пределами России. Соответственно, ехать куда-то и начинать все с нуля, многие из них не готовы. И сюда же относятся так называемые двустульники, которые и не высказываются против, и не высказываются за, они продолжают гастролировать по стране, и, в общем-то, как будто бы и там, и тут, и вроде бы как никому плохого ничего не сделали, и ни с кем отношения не испортили. Это кого, извините, вы так оцениваете, в этой категории, кого вы имеете в виду, например? Ну, например, Алексея Горшенева. Понятно, Он никогда не говорил ничего ни за, ни против, к примеру. Ну, таких, на самом деле, немало, но вот из тех, кто в первую очередь пришел на ум. И вроде бы как ситуация после 24 февраля потребовала внутреннего, вернее, возникло какое-то внутреннее желание понимать, да, либо ты за войну, либо ты против войну. И, исходя из этого, как-то выстраивать свои отношения с людьми. И получается, что ситуация какой-то недосказанности и с какими-то твоими личными, лично знакомыми, и с какими-то музыкантами, я не знаю, актерами, в общем, людьми, которые для тебя являются примером, да, или являются кем-то, ну, маломальски значимым. И в ситуации, когда человек не высказывает никакую позицию, это вызывает очень странные смешанные чувства, потому что, ну, ребят, или вы там, или вы тут. Ну, третьего не дано. И, ну, это так не работает, да, что я тут просто музыкант вообще на гитарке играю, да, как мы говорили. Поэтому, ну, позиция, она однозначна. Или за войну, или против. Да, Павел, а как по-вашему, что предопределило выбор? Знаете, как только вы задали этот вопрос, я сразу вспомнил кусочек из песни порнофильмов. Я не процитирую точно, я даже не назову этот трек, но вот про то, как человек сидит на кухне и говорит, да ладно, ну, ты не думай, что я плохой, мне просто надо семью содержать. А потом ты встречаешь этого человека на мирном митинге и в нем заговорит мент. Вот такие вот менты в кавычках это оказались и музыканты, которых некогда многие из нас любили. Я вас благодарю за смелость, за то, что вы решили выйти в эфир дождя и за вашу позицию нам не близка. Берегите себя, удачи. Пока. Спасибо. Едем дальше. К нам присоединяются зрители дождя из разных частей света. Иван и Сергей, добро пожаловать в эфир. Здравствуйте. Здравствуйте. Иван, откуда вы выходите сейчас к нам на связь? Украина. Еще раз, я плохо слышу. Не расслышал. Украина. Ага. Да. Откуда выходит к нам на связь Сергей? Я из Испании выхожу на связь, город Аликанто. Ну, давайте для начала несколько слов о том, какое у вас ощущение создается от разделения музыкантов с момента начала вторжения в Украину о том, что, в общем, есть две полярных позиции, как вы относитесь к одним и к другим. Давайте начнем с вас, Сергей. Ну, конечно, эта ситуация была предсказуема. Это явление разделило людей, в том числе и музыкантов. И рок-музыкантов прежде всего, о них бы я хотел поговорить, потому что в группе Мираж у меня нет претензий особых, я все понимаю, но вот рок-музыканты, которые оказались на стороне зла, то есть топят за войну, за весь этот ужас, для меня, конечно, вызывает большое изумление и, конечно, неожиданные вещи, потому что кумиры моей юности, на которых я рос, на музыке, на которой я рос, тоже эти идеалы поддерживал, и вдруг вот эти поющие рты, которые поддерживают войну, мои кумиры, в общем-то, в прошлом, люди, которые меня формировали, я вырос в Питере, на питерском, ну и на русском роке, для меня эти рок-идеалы, они не пустой звук, и то, что сейчас происходит, конечно, это очень грустно, но приходится и эту ситуацию как-то принимать по-своему, ну что-то, кто вас, кто вас конкретно, кто вас конкретно разочаровал, какая потеря была наиболее больной, болезненной? Калинов мост меня очень сильно разочаровал, для меня эта музыка близкая по духу, по ощущениям, по какой-то мудрости внутренней, да, и вдруг вот эта мудрость на деле, человек, который действительно мудрые вещи изрекает, ну оказался по ту сторону баррикад, это настолько тяжелое для меня было потрясение, что я честно признаюсь, да, в душе, я не могу его даже ненавидеть, как обычно бы я ко многим другим относился, это какая-то часть меня, какой-то родной мне человек почему-то оказался, да, и для меня даже самого было удивительно, что для меня это была потеря. Иван, вам слово. Да, касательно тех, кто разделился, ну разумеется, поскольку я украинец, я не могу относиться положительно к этим зетникам, вот там, зиганувшим и так далее, разумеется, приятно, что есть артисты, которые поддержали нас, которые что-то делают для этого, все-таки, ну, надежда остается на то, что не все потеряно и с российским народом, вам отдельное тоже спасибо за позицию. Наверное, самым большим разочарованием для меня была группа, которую я, в принципе, ты, наверное, на тот момент уже полжизни слушал постоянно, ну не в смысле круглосуточно, а в смысле вот кого-то слушал, допустим, периодами, а этих вот прям один из главных ориентиров в творчестве, я сам музыкант, и они, наверное, ну, очень сильно повлияли на меня, это группа пилот. И я помню момент, когда я сижу в подвале своего дома, рядом бледные от страха мама и бабушка, а сверху, там на поверхности, что-то происходит невероятное, взрываются ракеты, взрывается РСЗО, самолеты очень громко летают, и я как раз читал тогда этот пост Ильи Чёрта касательно того, что там он такой переполненный пафосом абсолютно, типа там вот бой, значит, бой, там вот это вот мы все там, значит, с президентом вот заодно, я думаю, боже, да серьезно, что ли, хочется сказать, Илья Леоныч, послушайте-ка свои, наверное, альбомы, там, Война, кстати, Рыба, Крот и Свинья, хорошие альбомы, на самом деле, прям хорошие песни, может, что-то там аукнется, не знаю, мало ли, вот, ну, мы потом обсуждали с другом, как так могло произойти, вот, если я думал, ну, может быть, я не знаю, пытался оправдать, может быть, в начале всего происходящего он был в шоковом состоянии, я сам был в шоковом состоянии, все были, все артисты, я думаю, и вы, скорее всего, тоже, и я думаю, ну, мало ли, ну, может быть, там не те новости посмотрел, ну, может быть, там, не знаю, не тот канал подсунули, ну, он же все узнает, он же вдруг раскается и все такое, вот, но потом, когда уже вскрылись эти зверства российской армии, там, в Куче, в Гастоме, или там, в Эрпене, когда освободили Киевскую область, и он как раз тогда поехал выступать и все, но я подумал, что нет, безнадежно, точка ру, и друг сказал, ну, просто, говорит, протест хорошо продается, и поэтому я перестал слушать их не потому, что вот они теперь враги, а просто потому, что мне теперь кажутся его песни неискренними, если протест был неискренний, значит, оно как-то вот подсознательно получается и что все остальное тоже. А я, чтобы понять мысль вашего друга, вы имеете в виду, что он был фейковым протестантом, в смысле, что его, вот тогда, когда он изображал бунтарский рок-н-ролл, то это было фальшиво. Это вот эта мысль вашего приятеля, да? Ну, да, вероятнее всего, да. А чтобы суть его была в конформинице, в конформизме? Может быть, может быть, просто тогда, когда они начинали, там, в начале 90-х, там, или там, в первой половине нулевых, тогда это вот, опять же, хорошо продавалось, потому что у людей был запрос, вот типа, теперь все классно, теперь можно. Да, а когда вы описываете, что вы сидели в подвале, вы имеете в виду бомбежки Харькова, да? Да, да. Да. Вот как вам кажется, в общем, оба музыканты, так получилось, что вы теперь рядом в эфире находитесь, с точки зрения каких-то приоритетов и ценностей, почему эти артисты решили присягнуть власти и поддержать войну? Что было основным мотивом? Можете поразмышлять на эту тему? Давайте начнем с Сергея. Очень трудно говорить за этих людей, что они думали, что они чувствовали. Очень, очень трудно, честно, потому что люди, которые своим творчеством пропагандируют одно, а когда случается беда, начинают говорить другие вещи или делать другие вещи, честно, какая-то легкая шизофрения начинается. Что с этими людьми, какая болезнь их, какая муха их укусила, почему ты поешь одно, а делаешь другое? Понимаете, когда «Ласковый май», не знаю, может быть, плохой пример, группа «Мираж» начинает что-то такое, ты к ним предъявляешь претензии просто как ко всем людям, которые за вот это все. Допустим, я не знаю, что там делать группа «Мираж», но когда люди, которые формировали твой взгляд на жизнь, когда они за все хорошее, а сейчас, когда весь мир проходит испытание, вот такое, они в этот экзамен не сдали, провалили его, ты просто не знаешь, что у него в голове, у этого человека, и тебе грустно от того, что на деле он, как Кинчев пел когда-то, а на «Осиф Кобзон», и вот сам Кинчев на деле, для меня лично, и «Осиф Кобзон», я ничего не могу с этим поделать, понять это невозможно. Остается только констатировать факт, что они сейчас, люди, которые должны быть с тобой по одну сторону баррикад, оказываются по другому. приходится с этим жить, как и принимать, как и многие вещи сейчас, приходится принимать, ну не то, что принимать сердце, и принимание, ну как, да, это данность, с этим надо жить дальше. Иван, как, вы продолжаете же наверняка общаться с украинскими музыкантами, как, насколько, то, что случилось, повлияло на их убеждение, и на то, как они себя ведут после вот этого начала полномасштабной войны? Украинские музыканты? Да, да. Ну кто как. Кто-то перешел на украинский язык полностью, ну полностью решив вот разорвать вообще какие-либо связи с русской культурой. Кто-то, например, вот я, например, продолжаю писать песни на русском языке, потому что не отождествляю, во-первых, путинский режим с русской культурой, вот, а уж тем более тех, кто к нам приехал с оружием, я считаю, что во мне лично больше культуры, чем в тысячи таких вот тех российских солдат, которых к нам приезжают. Поэтому я, опять же, не хочу оказывать Путину и его окружению такой чести, чтобы что-то во мне вот из-за них поменялось. В моих песнях, в которые я вкладываю душу, вот, это мои песни, я им не отдам ни свои песни, ни свой язык, вот, а, ну, кто-то, в принципе, продолжил вот так же, как я. То есть, ну, вообще, многих на самом деле триггерит эта тема, вот, и многие очень перешли на украинский язык. Я видел, я здесь, в Амстердаме, откуда я сейчас с вами разговариваю, был на нескольких концертах украинских артистов, был и на танок на Майдане Конго, и на Вакарчуке, как я не знаю, и, конечно, когда ты стоишь в зале, и вокруг тебя украинцы и флаги, и ты ощущаешь какое-то чувство такого, какого-то единения с артистом и с каждой строчкой, которая произносится со сцены, что, ну, конечно, во мне это вызывает какую-то горечь и в хорошем смысле зависть, но горечь, в первую очередь, потому, что я лишен вот этого ощущения единения при... Я думаю, что я никогда не смогу испытывать при виде российского флага те же чувства, как и те люди, которые были в зале, испытывают при виде украинского. А как регулируется история с тем, что одни музыканты, как, например, часть танок на Майдане Конго, уходят в Тараборону и служат, а другие артисты могут гастролировать по миру? Как это? Это каким-то образом регулируется? Или это, как правило, зависит просто от желания самих артистов? Я думаю, в первую очередь, от желания. Ну, каждому свое. Кто может идти воевать, тот идет, воюет. Я, например, просто волонтерю, но волонтерю с прошлой весны гуманитаркой занимаемся. Ну вот. Кто-то едет, выступает и таким образом тоже помогает. В любом случае, все делают то, что могут делать и то, что считают, можно делать. Как вам кажется, российская музыка, музыка на русском языке от артистов из России исчезнет из плееров в Украине навсегда или вернется когда-нибудь, когда война закончится после этого? Ну, она и сейчас на сто процентов не исчезла, в принципе. Есть какое-то количество украинцев, которые продолжают слушать. Опять же, я в том числе. Можно слушать и украинское, и русское, в конце концов. И там и там есть хорошие песни. Я думаю, что со временем, ну, нам в любом случае после победы Украины, несомненно, придется выстраивать какие-то соседские отношения. Придется, потому что, как бы там ни было, мы в любом случае рядом живем. Это из многоквартирного дома можно съехать, если что-то не поделил с соседями. А здесь уже никуда не съедешь, но путинский режим должен рухнуть, Украина должна полностью победить для этого. Сергей, что происходит с треками тех артистов, которые вас подвели? Вы их стираете, не слушаете, оставляете до лучших времен? Я скажу так. Я вообще музыку очень мало слушаю. Я ее играю, да, и постепенно я вышел с того возраста, когда я постоянно жил музыкой. Но мне очень хочется сказать к тому, что вы сказали. Да, я был здесь на Океан Эльзи, на группе. Они приехали в Эликанте. Я очень хотел их услышать. Я в Питере его не мог услышать. По некоторым причинам, понятно, да? И когда я пришел на этот концерт, я как раз очень сильное ощущение получил единения с этой музыкой. Потому что музыка именно объединила меня с теми людьми, которые пришли. Были не только украинцы на этой группе, были русские. И здесь очень много русских, которые моей позиции придерживаются. И когда мы встречаемся на вот этой музыке, мы были на Би-2 и на Сплин здесь сходили. Здесь, понимаете? Хотя Сплин я мог послушать и в Питере и слушал их. Но здесь все эти ноты, все эти звуки, все приобретает какое-то особое значение, новое. Музыка становится снова тем, чем она и должна быть. Глубина ее огромная, бесконечная. То есть и люди, которые пришли слушать одну песню, и украинцы, и русские, мы вдруг становимся очень близки. И музыка здесь объединяет. А то, что происходит с теми, кто сошел с ума, что с их музыкой, честно, я вот сейчас в таком состоянии нахожусь. Для меня все черное и белое. Я стал снова юношей, который вот эту ситуацию проживает. И для меня все черное. Мне не хочется с ним вообще раз это касаться, потому что есть столько белого вот этой музыки прекрасной, которая объединяет, которая вот... Я смотрю на своего коллегу и прямо вот лучи тепла ему посылаю. Дружище, все будет, все будет. Украина победит, и музыка победит. Музыка вечна, и мы будем слушать с тобой хорошую музыку, и будем... Может быть, я уже верю во всякие чудеса, может, мы еще сыграем, потому что я барабанщик, может, мы вообще вместе еще в одной группе постучим. Это было бы замечательно. Ребят, спасибо вам огромное за то, что поговорили с дождем, и берегите себя, пожалуйста. Я обращаюсь в первую очередь к Ивану. Вот. И действительно, совершенно присоединяюсь к этому посланию Сергея о том, что, может, еще сыграете вместе. Спасибо вам большое. что будет хорошо. Едем дальше. К нам присоединяется зритель дождя Илья. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Да, я вас вижу и слышу. Илья, откуда вы? Я из города Боярка, это Украина, 20 километров от Киева. Чем вы занимаетесь? Я музыкант, играю в панк-группе. Тогда вы на правильный эфир попали. Да, давайте я начну сначала с общего вопроса программы о том, что, как вы наверняка знаете, музыканты в России разделились, рот музыканты на два лагеря, одни оказались по одну сторону, другие по другую. Есть ли среди них какие-то важные для вас фигуры, которые вас сильно разочаровали? И есть ли такие, которые вас сильно порадовали? Ну, знаете, моя интуиция, она очень довольно неплохо развита, и поэтому мне практически не пришлось чистить свой плейлист, начиная с 2014 года, потому что там были и оставались такие личности, которые я очень любил, уважаю и продолжаю уважать. Это Ваня Нойс, Дима Спирин из Тараканов, Сергей Михайлов, это люди, которых музыку я постоянно слушал, и которая меня воспитывала, и которая повлияла на то, что, в общем-то, я создал собственную панк-группу. Ну, то есть особых удивлений, особого удивления вы не испытали? Те ваши герои, которых вы перечислены, они оказались на светлой стороне, а те, кто оказался на темной, вы особо ничего не ожидали, да? Нет, я, вы знаете, я, глядя на этих мнимых героев русского рока, таких как Константин Кинчев, я всегда догадывался, что то, о чем они поют, и то, чем они живут, это разные вещи. Угу. Чем вы сейчас занимаетесь в разгар войны в 20 километрах от Киева? Наша группа с самого начала позиционировала себя как гражданско настроенная, и поэтому мы с самого начала своего существования, а мы функционируем с 2017 года, пытаемся помогать людям, которые находятся в каких-то сложных жизненных ситуациях. В 20-м году мы проводили концерты в поддержку людей, которые пострадали на митингах, на мирных митингах в Беларуси, и сейчас в разгар войны с начала полномасштабного сражения России в Украину мы проводим благотворительные концерты, на которых собираем тоже помощь, мы собираем нашим друзьям, которые владеют во Львове хостелом для временных беженцев, мы поддерживаем гражданские организации, мы собираем на дроны, мы собираем на генераторы, и таким образом помогаем людям. В полный состав у вас все остались, никто не уехал или уезжали и потом вернулись? Сначала было масштабное вторжение, мы были разбросаны немножко по Украине, потому что некоторым нашим участникам нужно было поехать к своим родственникам, и где-то с 24 февраля три месяца наша группа не функционировала, то есть мы там были только на телефонной связи, но вскоре ребята вернулись, и мы вернулись к репетициям, концертам. На каком языке поет ваша группа? Это английский и украинский. Понятно. А репетируете где? Мы репетируем недалеко от нашего родного города, так как до начала полномасштабного вторжения у нас была репетиционная точка в родном городе, в Бойерке, но из-за постоянных обстрелов ее переоборудовали под бомбоубежище, и нам пришлось ездить за несколько километров тут в соседний городок репетировать. Я просто смотрю на карту и в общем те места, которые стали уже таким знаковым нарицательными терминами в этой войне, они недалеко от вас. Да, да. Буча и Ерпень это очень недалеко от нас. Да, да, но до вас не докатилось, то есть пешие и вторжение и танки, они до вас не дошли, до вашего места. Да. До нас пехота и российские военская не дошли, но по-прежнему через наш город пролетают ракеты, обломки падают, разрушают здания, то есть война никуда не выходила, она чувствуется каждый день. Вот сложный вопрос у меня, на который я, конечно, никакой, я не знаю ответа и не могу даже предположить, но как вы думаете, возможно ли будет вот тем артистам, которые категорически не поддержали войну и были вынуждены уехать из России, ну вот собственно тех, которых вы назвали, как вы думаете, можете ли увидеть их снова в Украине с концертами? Я вам, ну, наверное, так как вы очень хорошо разбираетесь в музыке, вы и так все это прекрасно понимаете, но у этих артистов сохранилась большая фан-база у нас в стране и поэтому я со многими ребятами своего возраста, с ребятами постарше, с ребятами, которые даже на фронте сейчас воюют, обсуждал эту тему и они говорят, что у них часто в наушниках звучат, что тараканы, что ной за мисси и некоторые ребята даже говорят, что были бы рады увидеть ной за мисси где-то у себя где-то в Донецке, в Луганске где-то в окопах, чтобы он с акустикой приехал и поиграл. Понятно. Есть ли что-нибудь еще, что вы хотели бы сказать, обратившись к русскоязычной аудитории телеканала Дождь и к тем нашим зрителям, которые в России смотрят нас? Знаете, у Константина Кинчева, если возвращаться к нему, хотя очень не хочется, есть такая фраза, что здесь каждый в душе сидвишес, а на деле Иосиф Кобзон. И я бы советовал тем людям, которые на деле себя мнят Кобзоном послушать очень хорошего украинского музыканта и суперизвестного украинского поэта Сергея Жадана и его песню Кобзон. И мне кажется, эта песня очень много расскажет этим людям про их недалекое будущее и недалекие планы. Я им от всего сердца этого желаю. Спасибо вам большое. С нами в эфире был Илья в прямое включение из Украины. Держитесь. Воследок, у меня есть друг, который любит после любой фразы по приколу прибавлять два выражения «Если вы понимаете, о чем я?» и «Не более того». Они подчеркивают смысл сказанного и порой придают фразе совершенно другое значение. Этот прием я решил применить к знаковым песням музыкантов, которые поддержали российскую власть и войну, которую эта власть развязала. Итак, представляю вам хит-парад самых популярных песен, как он будет выглядеть, когда в эфирах останутся только надежные и преданные артисты. Теперь это не чертова дюжина, чертова дюжина. Хит-парад сентября на двенадцатом месте «Недавно зиганувшие звери», «До скорой встречи», «Если вы понимаете, о чем я». На одиннадцатом месте бывший музыкант группы Агата Кристи Вадим Самойлов «Я на тебе, как на войне и не более того». На десятом месте Чичерина «Тулула», «Если вы понимаете, о чем я». Девятое место занимает «Я черт» и группа «Пилот», «Я просто играю рок», «Если вы понимаете, о чем я». На восьмом экс-лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бабунец «Зачем топтать мою любовь, если вы понимаете, о чем я». Седьмое место группа «Ума Турман», «Девушка Прасковья из Подмосковья и не более того». На шестом Сергеич игроков «Чиш», уже без знака «Пацифик», «На поле танки грохотали и не более того». Топ-пятерку хит-парада 2015 года замыкает Сергей Галанин и группа «Серьга». А что нам надо, если вы понимаете, о чем я? На четвертом Сергей Шнуров и группа «Ленинград», почем звонят колокола и не более того. И наконец топовая тройка песен, горячо востребованных временем и публикой. На третьей позиции патриархи Свердловского рок-клуба группа «Чаев». Ой-ё, если вы понимаете, о чем я. На втором месте и портретом Сталина на груди Гарик Сукачев на поимень Аводой и не более того. И на первом месте легендарный лидер группы «Наутилус» Помпилиус Вячеслав Бутусов «Шар цвета хаки», если вы понимаете, о чем я. Вовремя предать это не предать, а предвидеть, как говорил герой фильма «Гараж». Решайте, что делать с вашими плейлистами. Я свой обновил радикально и надолго. Это была программа «Козырев онлайн». Берегите себя, не уходите с дождя. Пока. Продолжение следует...